Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир. Сегодня мы с вами разберём причины появления такой операционной системы, как Windows 11. Как она появилась, почему она вышла и как компания Microsoft, которая несколько лет назад заявляла, что Windows 10 будет последней номерной системой, которую мы будем обновлять, как эта компания смогла переступить через собственные слова и запустить новую операционную систему. Погнали! В этом году Windows 11 мало кто ждал. И за последние несколько лет я натыкался на кучу разных статей в интернете о том, что Windows 11 не будет, Microsoft дорабатывает десятку, и в общем на этом всё у нас остановится. Однако, не хочу хвалиться, но я всегда знал, что однажды Windows 11 всё-таки выйдет. Но об этом в самом конце видеоролика. А пока стоит понять, что же такое это Windows 11, чем он отличается от десятки, и действительно ли это новая операционная система, является ли это прорывом каким-то. На самом деле совершенно нет. В этом году ждали крупное обновление для Windows 10, которое называется Sun Valley. Эту операционную систему ждали, а получили Windows 11. Хотя на самом деле Windows 11 это Sun Valley, не более того. Если вы обратите внимание на презентацию компании Microsoft, то она была чрезвычайно скучна, им нечего было вообще сказать про эту операционную систему, кроме каких-то косметических изменений. Реальных изменений всего два. Это новая док-станция, которая выглядит примерно так же, как в macOS, и как в некоторых дистрибутивах от Linux. Ну и также новый меню PUS, которое действительно достаточно интересно и выглядит по-новому. Ну как минимум привлекает внимание. Во всём остальном изменения максимально незаметны и косметические. Вы представляете себе, насколько скучное получилось обновление Windows 11, что под каждым, абсолютно под каждым роликом на YouTube, где обозревали Windows 11, больше половины комментариев было что-то вроде «Господи, сколько воды, нечего рассказать что ли совсем?» А действительно нечего, потому что это Windows 10. За исключением тех двух вещей, о которых я уже сказал, док-станции и меню пуск, по сути это Windows 10, местами даже Windows 8, местами даже Windows 7, XP и даже 95. Могу вам посоветовать очень хороший стрим на канале Мэдди Мурка, который установил Windows 11 и показал наглядно, что там нового, что там старого, и старого там практически всё. Они даже тёмную тему так же красиво, как в Ubuntu или как в macOS не смогли реализовать. Это Windows 10, друзья. Но самый главный вопрос состоит в том, почему же это всё-таки не Sun Valley, почему Windows 11, почему произошло изменение нейминга, в чём смысл? Я выскажу лишь своё предположение. На мой взгляд, дело всё в провальной маркетинговой политике Microsoft и в плохой системе распространения операционной системы, об этом сейчас мы поговорим как раз. Во-первых, о маркетинговой политике. Windows 10, как ни крути, это отдельный бренд компании Microsoft, и он получил за все эти годы достаточно слабенькую репутацию. Во-первых, все помнят в самом начале скандал по поводу того, что Microsoft отслеживает каждое наше действие и передаёт какую-то информацию. В общем, никакой конфиденциальности. Потом наступили проблемы с обновлениями. Во-первых, они принудительные, они выскакивают тогда, когда тебе это, возможно, не надо. Плюс ко всему, если бы эти обновления были бы такими же яркими, как в Mac, например, то люди бы, скорее всего, это приняли. Но все обновления были настолько незаметными, я вообще не уверен, что люди могут определить разницу между Windows 2018 года, Windows 10, и 2021 года, например. Плюс куча всяких левых сервисов, которые они сами ставили и которыми мало кто пользовался, но они хотели создать свою экосистему, в общем-то, не особо-то получилось. Помимо слабой и маркетинговой стратегии Microsoft, можно ещё сказать о плохой системе распространения. Точнее не так. Система распространения хорошая, но не для Microsoft. В какой-то момент руководство компании Microsoft решили, что они Apple и могут распространять свою операционную систему точно так же. Как это происходило раньше. Выходит новая операционная система, человек её покупает, устанавливает на компьютер, пользуется несколько лет, выходит новая операционная система, пользователь снова её ставит на компьютер, и вот по такому циклу компания развивается. Но создавать новые операционные системы, выдумывать какие-то новые фишки, чтобы это была другая операционная система, компания Microsoft надоела. И они решили так. Windows 10 будет распространяться бесплатно вместе с компьютерами, а потом много лет подряд эта операционка будет дорабатываться, 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 и, в общем-то, станет в конце концов чем-то идеальным. Это очень хорошо для пользователей, потому что ты один раз купил компьютер с операционной системой, и всё, и пользуешься, она развивается. Для разработчиков это тоже неплохо, потому что, опять же, не нужно столько сил тратить на какую-то новую систему, когда можно дорабатывать постоянно старую, и самим принимать решение, когда эти доработки устраивать. По такому же принципу развивается компания Apple. Её операционная система для компьютеров Mac абсолютно бесплатна. Каждая новая операционная система распространяется бесплатно. Но Microsoft не учли очень важный момент. Дело в том, что macOS распространяется исключительно на компьютерах Apple. Хакинтошников мы в расчёт не берём, это слишком небольшой процент, чтобы вообще брать его в аналитику какую-то. Человек, когда покупает себе MacBook, Mac Mini, iMac, Mac Pro, он платит за операционную систему в момент покупки компьютера. Стоимость программного обеспечения Apple, оно заложено внутри. Но дело в том, что компьютеры Apple практически не поддаются апгрейду. Вы точно не сможете поменять процессор. Вот какой компьютер вы получили, с таким вы останетесь до того момента, пока не купите новый. И пройдёт лет пять, вы захотите сменить компьютер, вы купите новый компьютер Apple, и вы снова заплатите за поддержку, обновление и развитие операционной системы. Windows внедрили такую же политику, но без понимания того, что операционная система Windows — это глобальная и практически свободно распространяемая операционная система, которая может устанавливаться практически на любое железо. То есть человек может поставить себе Windows на персональный компьютер, и этот компьютер потом десятилетиями просто апгрейдить. Менять материнку, менять процессор, менять оперативную память, SSD-шник, быстрее, медленнее. Всё это он может делать. Более того, лицензия Windows, она привязывается к аккаунту Microsoft. И, соответственно, вот у меня есть лицензия Windows, я могу взять абсолютно любой компьютер на этой планете, работающий, разумеется, подключиться к интернету и активировать скачанную с официального сайта Microsoft Windows и спокойно пользоваться. И я это могу делать сколько моей душе угодно. Даже ноутбуки сейчас очень часто продаются с операционной системой Linux бесплатной, чтобы у человека не было необходимости платить за Windows, который он уже когда-то покупал, которая привязана к его аккаунту. И поэтому, в то время как Apple может использовать такой подход, потому что их компьютеры уникальны, Microsoft такой подход использовать не может, хотя и сильно старается. Потому что единственные люди, которые заново из раза в раз будут покупать Windows, это люди, которые технически не очень подкованы. Они мало интересуются софтом, железом, и поэтому просто каждый раз покупают себе ноутбук на Windows, чтобы не запариваться. И вот возникает главный вопрос. Зачем нужна Windows 11? Для того, чтобы продать этим людям, которые не особо осведомлены о процессе установки, активации и так далее, чтобы продать этим людям новые компьютеры с новой операционной системой Windows 11. Понятно, что у Microsoft есть какие-то корпоративные клиенты, которые тоже приносят деньги, но для них проблема в том, что последние 5 лет они ни рубля не могут получить от людей, которые что-то в компьютерах понимают, которые могут сами поставить систему, которые могут скачать пиратскую систему, которые могут вечно активировать с помощью своего аккаунта все свои компьютеры. Естественно, компания Microsoft очень сильно озадачилась вопросом. С этим это все понятно. Эти ничего не купят. Вот такие, как я, такие, как вы, наверняка, ничего не купят. Они, если не спиратят, то активируют. Они знают, как на свой ноутбук поставить новую версию. Они точно знают, что Windows 10 бесплатно обновится до Windows 11. Они выпустили эту операционную систему для того, чтобы ее купили те, кто в этом ничего не понимает. Хорошо это или плохо, я не знаю. Честно говоря, Windows 11 для меня стало прям разочарованием. Не то, чтобы я хотел ей сильно пользоваться, я, в общем-то, уже давно хотел отойти от этой операционки, но все-таки томилась у меня в душе надежда, что сделают что-то действительно интересное, не похожее на все остальное, а главное, быстрое, простое и без старых хвостов, без старых панелей управления, вот это все дичи. Не вышло. И сейчас ту же самую десятку людям будут продавать под новым соусом. Как мне кажется, Microsoft надо сильно корректировать свою политику в сторону софтверного контроля, выпускать больше эксклюзивных программ, больше следить за тем, что разработчики делают под операционную систему, стараться все сконцентрировать в своем магазине, чтобы все выглядело максимально естественно, желательно распространять Microsoft Office бесплатно, а еще, наконец, завести в Россию свои фирменные компьютеры. Вот тогда, возможно, они смогут повторить тот же путь, что проходит Apple со своей macOS, но пока что это выглядит как попытка заработать на людях, которые мало что знают и понимают. И это грустно, это грустно. Пишите, что думаете вы по поводу этого в комментариях. Обязательно будет интересно почитать. Это тот случай, когда я высказал свое мнение, но я не особо в нем уверен. Это вот мои измышления исключительно. Поэтому будет интересно почитать. Пишите обязательно. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои замечательные комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на канале. У меня на этом все. Увидимся очень скоро. Пока, друзья.